Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Тветок. Меня зовут Дмитрий. И сегодня я расскажу, как вырастить отличную пышную рассаду, применяя натуральную подкормку. Наверняка у всех у вас была ситуация, когда рассада была слабой, тонкой и подкормки не помогали. Однако есть очень классное решение. У всех дома есть хлеб и остаются остатки. Многие, не подозревая ценности данного продукта, выбрасывают остатки. Однако это ценное удобрение. В хлебе содержатся дрожжи. Именно они и служат питанием для наших растений. При внесении в почву дрожжи выделяют аминокислоты, которые благоприятно влияют на наши растения. Дрожжи способствуют мобилизации кальция в почве, а также служат источником натуральных фосфатов. А еще в хлебе и дрожжах много белка, который является источником медленного азота. Микрофлора почвы будет медленно разлагать белки, а растения потреблять азот. Это своего рода пролонгированная подкормка. Как же приготовить хлебный настой? Для этого нам понадобится 200 грамм хлеба, либо остатков хлебных, которые у вас есть дома, и литр чистой воды. Помещаем хлеб в воду и настаиваем 2-3 дня при комнатной температуре. У нас получается маточный раствор. Как же применить этот раствор? Берем 100 грамм маточного раствора и разбавляем в литре чистой воды. Получается рабочий раствор. Этим раствором и поливаем рассаду. Такую подкормку можно проводить каждые 7-10 дней. И рассада будет становиться пышнее с каждым днем. Данная подкормка носит пролонгированное действие, а значит рассада не будет жировать. Для подкормки не нужно тратить деньги, ведь она готовится из остатков хлеба. Подобную подкормку можно делать и в период созревания томатов. Стоит лишь к хлебному настою добавить золь на настой, и томаты получатся сладкими. А еще хлебом можно подкармливать пионы, и цветение будет невероятно пышным. Обязательно подкормите рассаду хлебом, и вы получите отличный урожай. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok